Губернатор Хабаровского края Дегтярев Путин выбрал родину вместе с Жириновским. Малую, так сказать, родину. Вот Хабаровский край стал родным. Как привлечь внимание людей к Хабаровскому краю? Но не портом же в Ванино, не курортами же она. Холодно, да, на Амуре-то, Владивосток, там курорт. А здесь как привлечь людей, чтобы люди ехали? Дегтярева осенила, видимо, в ночные часы. Он предложил, официально предложил снять вестерн, в основе которого, по замыслу губернатора, фильм вестерн, в основе которого история о краже золота. И этот вестерн привлечет туристов в регион. Цитата. Я лично утвердил синопсис фильма. Называться будет «Умальта». Жанр фильма вестерн, приключения. Игровой полнометражный фильм. Будем искать золото в кино. Весь этот сюжет связан с Хабаровским краем. Даже чуть-чуть Благовещенску перепадет славы. Локации съемки в Петербурге, в Хабаровском крае. Денег не жалко. Деньги у Дегтярева и есть. Ну, а что, что сказать, если туристов привлечет вестерн. А что за туристы такие идиоты, я хочу понять. Которых привлечет вестерн о краже золота в Хабаровском крае. Это даже не золото Колчака. Это просто какое-то золото где-то что-то. Короче говоря, он хочет, Дегтярев, сделать наконец так, чтобы мы все в России узнали, что есть такой Хабаровский край. Хотя бы через золото. Хотя бы через золото. И приехали все в Хабаровский край, как туристы привезли бы денег. Сюжет относится к осени 16-го года. Убиты сопровождающие обозы. Похищены 10 пудов золотом саму Гуньцкого прииска. Местный егерь становится очевидцем происшествия. Иоанн Хабенский будет играть. Не самый дорогой актер. Местный егерь становится очевидцем происшествия. Видит тела возле повозки и картину разорения. Собирает отряд из работников артелей. И они идут по следу похитителей. И еще раз, это не из сумасшедшего дома. Это губернатор официального заявления такое сделал. Вообще, Дегтярев, он же славится своими заявлениями. Мы много говорили о том, как у него там было видео о приманивании еды. Именно так, видео. Дегтярев разместил видео о приманивании еды. Поделился с журналистами Дегтярев своими соображениями, что вот если у него на холодильнике, у Дегтярева, висят купюры, все его слова, по 5 долларов, по 500 рублей, то таким образом эти купюры, по его глубокому убеждению, приманивают еду к холодильнику. А теперь хочет приманить туристов. У меня есть 5 долларов, они висят на холодильнике. Когда висели только 5 долларов в холодильнике, я так образно приманиваю еду. Было очень много продуктов с нитратами, генно-модифицированных. Как только я повесил 500 рублей с православными крестами Соловецкого монастыря, вы знаете, у нас и продукты с женой, и детьми стали намного качественнее. Докладываю, дорогие, уже давно у меня на холодильнике висит Хабаровск. 5 тысяч. В общем, приманивает еду, приманивает к баням, еще кого-то он приманивает вместе с Жириновским. А встречи с избирателями проходили у Жириновского и Дегтярева, в том числе и в Усачевских банях. Ну, приманивали банями людей к выборам. В Хабаровске Дегтярев раскритиковал местных голубей, без дела он не сидит. Местные голуби, цитата. Голуби уже распухли, их кормят каждый день много, хлебом с семечками. Хабаровские голуби самые жирные и счастливые голуби во всей России. Что ж столько тратить на голубей семечек. Еще Дегтярев писатель, у него есть книга о Жириновском. Называется «Пророк в своем Отечестве». Из этой книги губернатора Дегтярева можно узнать, что Жириновский – дальний родственник графа Дракулы, а также, цитирую, Наполеона, Альберта Эйнштейна и даже Зинедина Зидана, который футболист. Дегтярев узнал об этом благодаря анализу ДНК главы ЛДПР и раскрыл страшную медицинскую тайну. Анализ ДНК оказалось, что Дракула, Наполеон, Эйнштейн и Зинедин Зидан – все родственники Жириновского. все было бы не так смешно, как если бы ни одна мысль. Дегтярев – член военного совета Дальневосточного, сейчас он называется «Восточный военный округ». Генерал-полковник, член военного совета, генерал-полковник. В военном совете несколько генерал-полковников, пограничники. Хабаровский край – очень важный стратегический регион. Это вот сегодняшние губернаторы. Я когда-то спросил у своих зрителей, многие задумывались, а можно представить тебе Жириновского, который потомок Дракула, Наполеона, Зидана, Эйнштейна, еще кого-то, в компании, в беседе с Игорем Курчатовым, Жириновским, Сергеем Королевым. Жириновский и Сергей Королев. Или Жириновский и Курчатов. Или Жириновский и Менделей. Жириновский и Антон Павлович Чаев. Вы же представить себя нельзя. А у нас вот такой губернатор фильмы снимает про золото. Это не сумасшествие. Это наш сегодняшний день. А вот наш сегодняшний день, вот такой, с фильмами и Дракулой, правда похож на сумасшествие. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.